Всем добрый день! Меня зовут Давид Браун. Давид Арахамия – мое настоящее имя. В Фейсбуке я известен как Давид Браун. Многие спрашивают, пока нам готовят презентацию, я быстренько расскажу, почему я все-таки Давид Браун. Арахамия – это грузинская фамилия. Мы сразу работали на американский рынок. Можете представить, как Арахамия звучит на английском по телефону? Я с этим долго боролся, у меня никак не получалось. Первый раз, когда я попал в Америку, я в пабе познакомился с каким-то индусом в чалме, такой интересный тип. Ну и я говорю – Hi, my name is David. Он говорит – Hi, my name is Jim Hopkins, условно говоря. Я говорю – подожди, а ты же вроде индус, чего у тебя такое? Короткое объявление. Дело в том, что вот в среднем ряду человек потерял в кульке, оставил документы, кошелек с документами. Если кто-то найдет, поднесите, пожалуйста, к организаторам. Посмотрите, у вас ли кулек, если у вас в кульке чей-то кошелек. Будем благодарны за вашу. Спасибо. Вот. И, собственно говоря, он говорит – да, меня зовут на самом деле какой-то Брахмапудра, но для американцев я Jim. Я говорю – а что, так можно? Он говорит – ну да, можно. Я говорю – ну хорошо, я тоже тогда буду себе professional name выбирать. Ну, David вроде как и так сойдет, нормальное имя. А last name я начал думать и пришел домой, у меня как раз была новая бритва Brown, и так я стал David Brown. У меня потом американские права были David Brown и так далее. То есть даю заметку на всякий случай, потому что украинские фамилии тоже могут быть трудными для выхода на международный рынок. Сегодня будем говорить о том, как превращаться из маленького или не маленького, или из текущего бизнеса, или стартапа, или existing бизнеса в транснациональную корпорацию. Поднимите руки, кто из вас работает более чем на одном рынке? Так. Кто работает более чем на пяти рынках? Хорошо, меньше. А кто вообще работает? Ну, собственно говоря. Работает больше – это уже хорошо. Я буду говорить в основном про ошибки. Почему? Надеюсь, что вы, как умные люди, будете учиться на чужих ошибках, да, и вам это чем-то поможет. Если избежите каких-то ошибок, вам будет, надеюсь, приятно, и вспомните меня не злым, тихим. А как это работает? Штука. О! Подождите. Не, это… Можете кто-то… Я перескочил, просто мне нужно перескочить в начало презентации. Есть? Алексей, можно вот с этой штукой помочь? Мне надо перескочить в начало презентации. А, все, перескочила. Так, для начала определим, надо ли вам вообще выходить на рынки, да? Итак, первый, пожалуй, главный, наверное, вопрос. Я сразу быстренько план. Дело в том, что это двухчасовая презентация, которую мне надо рассказать за 20 минут. Поэтому, кто не будет успевать, вина ваша, если это глючить не будет штука. Вначале надо определить стратегию выхода на другие рынки. Это выходить самим или выходить через партнеров. Она реально глючит, смотрите, пингуется. Так, трансляция или локализация – это две разных стратегии, я о них скажу. Юридический аспект – это как бы план, да, о чем мы будем говорить. Брендинг, платежные инструменты, особенности национальной охоты, адаптивный маркетинг. Очень быстро постараюсь. Если бы знал, не настраивал никакую вам эту анимацию. Итак, самое главное, как вы будете выходить на новые рынки. На самом деле методов не так уж и много. Всего лишь два кардинальных метода. Вы это делаете сами, закатываете рукава и пытаетесь сделать все, что от вас зависит. Плюсы и минусы сейчас вкратце расскажу. Или вы это делаете через партнеров. В данном случае мой личный подход. Я пробовал и первое, и второе. Сказать так. Если это стратегический рынок для вас, выходите сами. Из курса даже какого-то MBA по стратегическому управлению всегда известно, что нельзя аутсорсить то, что является для вас стратегически важным направлением. Если это рынок какой-то там малазийский, и вы в нем ни бельмеса не понимаете, то, конечно же, ищите локального партнера. Какие нужно пройти шаги для каждого из пути? Исследование рынка. Тут понятно, да, емкость, доля, как удовлетворяют спрос на вашу потребность, какие есть продукты, заменители и так далее. Разработать план маркетинга. Как вы будете выходить, через какие каналы сбыта и так далее. Локализация. Перевести это все соответствующее на те рынки, на которые вы выходите. Я его поломаю сейчас. Запуск. То есть запуск компании непосредственный. Наказание невиновных, награждение непричастных. Это всегда происходит в конце. Это так называемая ретроспектива. Через партнеров происходит примерно то же самое. Только исследование рынка вы делаете сами. Потому что если вы не сделали его сами, вы никогда не найдете нормального партнера. Вам будут лечить, что у нас тут все по-другому. Это другой рынок. Вы не понимаете его особенности и так далее. Не ведитесь на это. Первое. Вы должны сами исследовать рынок. Понимать, что происходит на этом рынке. А потом уже понимать, какой профиль партнера вам нужен. Выбрать партнера или партнеров. Например, ритейловые компании выбирают двух партнеров. Почему? Потому что они дают каждому сейлс-план и создают между ними искусственную конкуренцию. Вы можете позволить себе такую роскошь, если у вас есть некий бренд, узнавание и люди действительно хотят стать вашими партнерами. Если у вас какой-то микро стартап, который никому и кроме вас пока еще нахрен не нужен, то тот партнер, который согласится, тот в принципе и будет с вашим партнером. Поэтому, ну, единственное, что не стесняйтесь его менять. Тут очень ментальная такая ловушка есть. Очень жалко бывает бросить партнера, которого ты там учил, рассказывал, полгода ему втирал, что ваш стартап на самом деле самый крутой стартап. Он с кем-то там встречался, а он оказался лузер обычный. И вам потом этого лузера вроде и выкинуть жалко. И снова, у меня такой был партнер в Японии. Он 10 лет приезжал, пил водку там, я к нему ездил там и так далее, но он конкретно, ну, никакой был партнер. После того, как мы нашли нового партнера, новый партнер за год сделал объем продаж больше, чем тот за 10 лет. Ну, чтобы было понятно просто. Поэтому не стесняйтесь менять партнеров, так сказать. План маркетинга. План маркетинга должен разработать партнер, но базируясь на ваших каких-то ноу-хау, если таковые у вас есть. Ну, например, если у вас на этом рынке получается генерировать основной трафик с контекстной рекламы, то с большой вероятностью в другом рынке будет примерно такой же основной источник потребителей. Поэтому вы должны обязательно его супервайзить. Далее. Локализация. Я про локализацию сейчас будет отдельный слайд. То есть вам надо, понятное дело, заставить этого партнера перевести все, что можно перевести, адаптировать это для того, чтобы это все казалось родным, локальным продуктом. Так что ж. Так, потом запускаемся и, собственно говоря, делимся прибылью или убытками. Тут все понятно. Вы либо заработали каких-то денег и в долях разделились, или вы потеряли каких-то денег и снова, и вот здесь будет сложнее. Прибыль делить удобнее. Вы сразу заранее договорились, а убытки делить гораздо сложнее. Начинается. Партнер говорит, да я вот не ожидал, а вот мы тут перетратились на рекламу. Возможно, вам надо поучаствовать в этом процессе и так далее. Поэтому договаривайтесь на берегу. Я могу рассказать свой рецепт, как мы ищем партнера. Допустим, мы там выходим на рынок, скажем, Турции. У нас сейчас на глобальный сайт есть какой-то трафик из Турции и какие-никакие продажи на англоязычном. Вот мы фиксируем эти продажи. Допустим, они там, не знаю, 5 тысяч долларов в месяц. Приходим, находим партнера. Он говорит, я хочу заниматься и делать турецкий темплейт монстр. Я говорю, окей, смотри, у нас есть уже эти 5 тысяч без тебя. То есть будешь ты, не будешь, 5 тысяч были без тебя. И есть какой-то там, если растет, то, допустим, темп роста, 10%. Вот 5500, мы даже с тобой сегодня, ну, не договорившись, мы все равно будем иметь. Все, что свыше, например, мы готовы 50 на 50 с вами работать. То есть от прироста. И таким образом вы некем, вы можете дать, конечно, от этого рынка, объема рынка какой-то процент на рекламный бюджет, да, на первичный там и так далее. Но в конечном итоге это честно. Партнер понимает, что он не может просто присесть сейчас на турецкие продажи, ну, плохо работать, допустим, и при этом уже вы будете с ним делиться прибылью. Это неправильно в корне. То есть каждый должен добавлять какую-то добавленную стоимость. Теперь вот важный вопрос трансляции или локализации. Есть два принципиально разных подхода. То есть есть просто перевод. Допустим, если переводить template monster, то так и будет template monster. Если локализировать, то это будут шаблоны чудовыська, например. Ну, то есть в чем разница, да. Вот, например, турки переводят, я вот такое фотографировал когда-то. Это трансляция. А локализация это когда фильм называется Cinderella Man, но его не называют залушок, ну, например, да. Его называют нокдаун. Это уже непосредственно локализация. Поэтому очень важно с точки зрения конверсии заниматься локализацией. Иначе ваш залушок вряд ли кто-то будет смотреть и покупать. Так, юридические аспекты. Очень важно. Первое правило. Суетесь в чужой рынок, ничего там не покупайте, не имейте там никаких активов. Потому что у вас с большой вероятностью их заберут. Потому что вы, ну, даже если вы наймете какой-нибудь KPMG для того, чтобы они вас проконсультировали, вы точно попадете в какую-нибудь юридическую ловушку. Простой пример. Вот такой шаблон какой-то там давности в 2000 каком-то году. Какая-то женщина из клип-арта, которую где-то кто-то взял какой-то дизайнер. TemplateMonster.de, управляемый партнером. Приходит судебное письмо. Говорится, что вот это какая-то тетка, какая-то немецкая модель подала в суд. И из-за того, что у этого дядьки не было написано, что весь контент принадлежит правообладателю, ну, американской компании. И этот сайт TemplateMonster.de не несет никакой юридической ответственности. Короче, если нет специальной строчки, то он ответственный. И вот мы платим 12 тысяч евро плюс адвокаты там и так далее просто за одну картинку. Но это, в принципе, такой еще light-кейс, пережить можно. Следующий кейс. Мы договорились там с одним партнером про картинки. И к нам Corbis, это компания Билла Гейтса, подала в суд, арестовала все активы на 109 миллионов долларов судебный иск. За то, что мы подписали контракт с какими-то, я его называю, Херс Бугра, потому что он был из Белоруссии, но у нас был всего лишь контракт. А в контракте не было сказано, что этот вот дядька несет всю ответственность. И мы фактически на американском рынке на 109 миллионов долларов могли попасть и бизнес мог закрыться. Ну, мы там вырулили еле-еле с потерями в полтора миллиона. Но после этого правило, никогда в жизни, если пойдете на турецкий рынок, пойдете на китайский рынок и так далее, первое, что вы должны делать, сделать так, что предполагайте самое худшее. Представьте, что вас будут судить на этом рынке. И вот что у вас могут забрать? Вот если вы думаете потом, дай бог, что все разрулилось, вы можете экспендиться и так далее, но во время вот этих вот периодов выхода на рынки вы можете реально очень серьезно пострадать, и вся бизнес-модель может накрыться. Простой, кстати, я вам пример вот приведу в Америке. Компания, которая развозит газ, ну вот в баллонах у них есть, в газовых баллонах. Компания оперирует 140 грузовиками. Каждый грузовик – это отдельная LLC. Ну, Limited Liability Company, да? Потому что, если взорвется там какая-то будет, ну, какая-то экологическая там вещь и так далее, то они просто банкротят от этой LLC, а 139 других продолжают оперировать. Это, кстати, Джефф Безос сказал, только это локализация, если говорить так, да? То есть понятно, что хухры-мухры на английском слова нет. Рассказывая, что это такое. Знаете все VIX – платформа для создания сайтов, конструктор? Это мои друзья, они из Израиля. И они говорят, слушай, какая-то фигня происходит. Мы в Германии, в рынок Германии, вкинули почти миллион евро и нихрена. Вот просто не работает. Я говорю, в смысле? На всех рынках работает. На какой-то Корее северной работает. Но вот в Германии не работает. Начали разбираться – ничего. Наняли каких-то аналитиков – ничего. И потом один из пользователей написал, знаете, что такое VIX на немецком? Дрочить. Вот и все. То есть маленький элемент, на немецком рынке он называется как-то по-другому. Поэтому подумайте, перед тем, как называетесь, посмотрите через Google Translate хотя бы, есть ли там какие-то другие значения ваших слов и, возможно, вам стоит на другие рынки выходить под другими названиями. Платежные инструменты. Кстати, очень крутая штука с точки зрения конверсии. Но я предполагаю, это для тех, кто занимается e-commerce бизнесом. То есть, например, в Великобритании есть Solo Debit Card. На нее приходится порядка 35% транзакций. Если у вас его нет, вы его не принимаете элементарно, то вы теряете большое количество. В Германии есть прямой банковский платеж. Сепа называется. То есть они там внутри Евросоюза. И много людей предпочитают платить именно так. Во Франции Card Blue есть. Ну, тоже такая система. Она там под 55% рынка. В Нидерландах есть такая система Ideal. В Японии Convenient Store. Япония. 22 век. Все круто. Спрашиваю нашего японского партнера. Почему? Как люди платят? Они берут на сайте, распечатывают такую квитанцию. Идут в гастроном. Дают квитанцию кассиру. Дают ему кэш. И мы получаем транзакцию. Я говорю, это в Японии? Ну, ты точно уверен, что ты в Японии живешь? Может, это сахалинский кореец какой-то? То есть, на самом деле, ну, очень странно. В Китае есть Alipay. В Африке Empeza и так далее. То есть, есть агрегаторы, да, там, Money Booker, всякие там, ну, аналоги нашей робокассы, которые могут агрегировать все локальные методы платежа. Единственное что, пожалуйста, напрягитесь и сделайте так, чтобы этот агрегатор не показывал все одинаково на каждой стране. То есть, попробуйте, что если человек заходит из Нидерландов, то Ideal на первом месте должен стоять и так далее. То есть, адаптируйте это. А, есть Приднестровско-Молдавская республика непризнанная, и там есть карточки «Радуга». Их никто больше не принимает, там Visa, MasterCard их не признает, у них есть карточки «Радуга». Это столкнулся сам в магазине один раз. Теперь я расскажу чуть-чуть про адаптивный контент. Это вообще вещь, которая меня сильно возбуждает, которая называется адаптивный маркетинг. То есть, суть его… Я сейчас вот очень кратко, потому что времени, по-моему, уже нет. Да? Сейчас. Нет, еще есть три минуты, три с половиной минуты. Значит, в чем смысл? Ваш сайт должен быть смарт, он должен быть умным. Вот если вы зайдете вот в этот хакер-лаб, да, здесь видите, там, умные жалюзи, там, умные часы, там, умные браслетики и так далее. Вот если уже браслетики и жалюзи умные, то если ваш сайт тупой, то что-то надо решать. Вы же понимаете, да? Как это работает? У вас должно быть машина… Сегодня, кстати, будет очень крутой доклад, но я надеюсь, я сам на него пойду тоже. По машинному обучению, machine learning. Послушайте, потому что это очень важно. Значит, машина изучает поведенческие характеристики пользователей на сайте, сама выбирает различные сегменты, и чтобы вам было понятно, этих сегментов свыше тысячи там. То есть вы вручную даже не можете про них подумать в таком объеме, да? Разбивает их на микросегменты и для каждого микросегмента находит самую оптимальную стратегию обслуживания. Я вам приведу пример. Все знают, что такое лиды, да? Lead generation, там, ну, лидогенерация. У IBM, большая глобальная компания, да, там, супермиллиардер, в день поступало примерно две с половиной тысячи лидов. Для того, чтобы две с половиной тысячи лидов в день обрабатывать, надо такой вот, как вот здесь сидите, вы бы сидели в колл-центре и говорили, hello, my name is Sergey, how can I help you? Да, вот вы бы, ну, и, наверное, еще больше людей пришлось бы, ну, найти. Вот. Они что сделали? Они запустили машинное обучение. Можно покупать, ну, для серьезных B2B-бизнесов можно выкупать базу, которая показывает по IP-адресам, кто вы такой. То есть можно понять, что вы студент Массачусетского университета, который пришел ко мне на сайт, а вы IT-директор Google. Понятное дело, что у вас ценность как lead score, да, вот у них от одного до десяти. У вас единичка, а у вас десять. И понятное дело, что вам на второе посещение, они посчитали, что семь посещений нужно, так называемых семь касаний с брендом, чтобы завершить это продажи. Вам надо как студенту рассказывать, превращать вас в евангелиста, в сторонника, на вебинары записывать, там, white papers, слайд и так далее, а вам надо позвонить. Потому что, скорее всего, вы пришли за какие-то конкретные, ну, дела. Когда они это сделали, у них конверсия выросла в четыре с половиной раза. Это реально работает, и причем это сейчас уже с нынешними технологиями, это уже работает не для Fortune 500 companies, да, а для маленького стартапа доступно. Потому что инструменты появились очень доступные. Поведенческое ценообразование, это когда в зависимости от вашего поведения меняется цена. Простой пример, МАУ, Международная авиалиния Украины, самый любимый бренд в стране, можно сказать. Заходим с макбука, ищем в Киев, допустим, в Вене, и цена там одна. Заходим с нового виндового компьютера, и цена где-то на 50 долларов меньше. Все то же самое, полностью идентично в одно и то же время. Почему? То есть они как бы методом какого-то там умного анализа поняли, что владельцы макбука с большей вероятностью потратят больше денег на билет. На Booking.com все это видели прекрасно там все время. Вот осталось всего лишь два номера, если ты сейчас не купишь там и так далее. Сейчас два жителя Индии только что забронировали номер, который вы смотрели, и он станет дороже и так далее. Экспедиа этим очень сильно, как бы мы на Template Monsters тоже экспериментируем. У нас миллион триста человек в месяц с Индии. Короче, я уже делал глобальные брейнштормы, как можно что-то продать индусу. Потому что миллион триста тысяч человек, одна продажа. Иногда, ну не каждый день, не радуйтесь. Значит, и так придумали, и так. Потом пришла умная мысль. Наверное, дорого. Хорошо, давайте там. Сорок процентов цены. Ничего. Пятьдесят процентов цены. Ничего. Я говорю, да блин, ну я уже просто принципиально хочу понять, что это такое. Мы делаем специальный там поп-ап. Дни Индии. Индус заходит. Ура! Сегодня день Индии. Девяносто процентов скидка. Две продажи. Я не знаю, что им можно... Ну если у кого-то будут идеи, подходите после... Ну, доклада. И кто-то поделится с меня, Магарыч. Так, дальше. Кто там? PrestaShop. PrestaShop – это платформа для создания электронных магазинов. Это там мой друг. Он сумасшедший программист, который Machine Learning знает очень круто. Они реально одни из самых крутых из тех, кого я лично знаю, используют вот это вот разбитие на микросегменты. И для каждого микросегмента пытаются адаптировать ценовую стратегию. Если вы когда-нибудь уже заходили, когда-нибудь что-нибудь покупали и так далее, цена для каждого человека будет разная. И это работает. То есть реально они все время обетестят и это точно работает. Home Depot я уже не буду, потому что времени мало. И теперь я расскажу про финальный суперрезультат, который должен быть. Я надеюсь, если у кого-то получится, тот будет в следующий раз рассказывать это где-нибудь на глобальном, в Davos. Потому что станет очень богатым. Смотрите. Первое – это Data Mining. Вам нужно поставить какой-то инструмент, который изучает данные. То есть все, что вы знаете о своих посетителях, о визитерах, с какой они географии, если есть сторонние базы данных, которые говорят, с какой они под сети и так далее. Все, что вы можете узнать до того, как он начал что-то предпринимать. Дальше идет Machine Learning. Машина изучает, как вы ходите, как вы взаимодействуете с вашим продуктом или сайтом. Где вы ходите, как вы ходите, сколько раз вы ходите, как это соотносится с другими ходильщиками и так далее. После этого формируются так называемые predictive models. Это, как это называется, модели поведения, возможные модели поведения. Это тоже делает алгоритм, вы уже это не делаете. На базе этих predictive models формируются кластеры клиентов. И вот их действительно тысячи. Под каждый кластер клиентов представьте, что у вас есть три банка. Банк рекламных носителей, то есть разные баннера, условно говоря, которые вы можете показывать с разными. Банк поведенческих юнитов. Это, например, если человек подписался на рассылку, то вы ему присылаете thank you letter. Спасибо за то, что вы подписались. Вот это цепочка, поведенческая цепочка. И таких много. И последнее communication units. Это ваша стратегия коммуникации, как вы дальше коммуницируете. Вот фактически робот выбирает отсюда, какую вам показать рекламу, как с вами, каким вот behavior, вот этим цепочкой провзаимодействовать и какая коммуникационная стратегия с вами должна быть. И он это делает все время, самообучаясь, используя методики AB-тестинга для того, чтобы создать идеальную selling machine. То есть машина по продаже всего там, чего вы хотите продавать. То есть за полное, на самом деле ни один человек в мире, даже это самый крутой продавец, не сможет это сделать, просто потому, что объем данных не помещается в черепную коробку. Ну вот реально. Поэтому я надеюсь, что вы сегодня частично используем кусочки мы. Кто-то использует гораздо активнее, кто-то использует там поведенческие ценообразования и так далее. Не важно. Ну то есть как бы я вас только призываю к тому, чтобы вы думали об этом всегда, чтобы формировалась некая такая общая концепция адаптивного маркетинга. И тогда, я думаю, у вас все получится. Расскажу в конце про TemplateMonster.ua. Наконец-то мы дошли через 13 лет, что должна украинская версия. Вот. Мы его только открыли. Надеюсь, там нет ошибок на украинском. Ну я хочу, чтобы вы проверили, если получится. Для вас специальная 50-процентная скидка для того, чтобы мы отследили, можете ли индусы или вы все-таки украинцы. И в качестве такого тизера 100% выручки, которую мы получаем из Украины, мы тратим на волонтерские проекты. Ну у нас People's Project, наш проект там и так далее. То есть никто не хотел на самом деле, американская руководство не собиралась открывать украинскую версию. Я их убедил, говорю, вам все равно, а нам приятно. Поэтому я надеюсь на то, что мы сможем реально сгенерить нормальную какую-то выручку, которую сможем реинвестировать в создание всего остального. Спасибо вам большое. Игорь Негода.